Папапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Такое странное, наверное, самое вообще нерабочее, прям говнище. Сейчас нам покажут меню и скажут спасибо за игру. И на этом, собственно, инди-хоррор закончится. А что вы хотели это на самой первой альфа-версии? Самая первая альфа-версия предназначена для того, чтобы человек понял, что у него работает меню, работает начало игры и работают последние, так сказать, благодарственные слова. Если бы я делал свой хоррор, то альфа-версия номер один содержала бы именно столько информации. О, FPS-креатор. Красота. Люблю FPS-креатор. А кто не любит FPS-креатор? FPS-креатор любят все создатели инди-хорроров, абсолютно все. Потому что на FPS-креаторе делается самое страшное, блядь, чудо вообще, которое... Чё это? Как это взять? А я не уверен, что это за красная труба. Red Tube? По-моему, это какой-то порносайт, насколько мне известно. А как взять-то? На какие кнопки-то? Чё-то непонятно. Ну, альфа-версия, ну чё вы хотите? Я не знаю, на какую кнопку брать, я стыкаю на стандартную. На Enter. Может быть, не на Enter, блядь, а на чё-то другое. На F! На F! Ты представляешь, на F! Ну-ка. А здесь на F он наберёт. Ну да ладно. Возможно, надо взять какие-то перчатки или какую-нибудь железную хероту, с помощью которой можно взять этот мобильный порносайт и потом куда-то отнести, либо туда, где есть Wi-Fi, либо где есть бесплатный интернетик. И чё-то посмотреть на это. Ну, хорошо. Так, на F! Всё, отлично. Открывает двери на F. Это уже меня радует. Значит, красная труба пока не берётся, значит, мы разберёмся с ней. Какие-то страшные звуки начинаются, вы слышите? Я слышу. Так, красная дверь, красная труба. Сюда не пустят. Столовка. Нет, пустят. Хорошо. А здесь у нас чё? Здесь по-любому какие-то должны быть толчки, наверное. Закрыто. И здесь закрыто. Ага, это значит двери с выходом. То есть сама игра из нас представляет небольшую, так сказать, площадочку из нескольких дверей, из красной трубы, которую надо найти способ... Там трупы висят. Надо найти нам способ взять эту трубу. Так, термостат почему-то не работает, не убавляется, не прибавляет. Опа! Шприц. Вот это хорошо. Так, шприц я взял. Замечательно. Item found. Item. Да, наверное, правильно будет звучать. Item. Естественно, мы же с вами англичане, блядь, те ещё. Поэтому я нашёл какой-то зелёный шприц. Я отойду отсюда. Я нашёл какой-то зелёный шприц. Возможно, это морфий. Возможно, это адреналин. Но в любом случае, при любом удобном моменте, когда на меня кто-нибудь нарвётся, я этим шприцом кому-нибудь уебу. В глаз, чтобы не надо меня было просто так пугать. Так, ну смотрите. Я, в принципе, нашёл зелёный шприц, да? Если дальше меня не пускают, тут висят какие-то трупы страшные. Хотя, чего в них страшного? Это просто какие-то манекены прибитые к потолку. Ничего страшного здесь нет. Войти туда можно? Вообще там есть дверь. Так, войти туда нельзя, там нет двери. Хорошо. Если у меня есть шприц, возможно, я теперь могу просто взять и вставить его в трубу. И всё будет хорошо. А может быть, мне дадут выйти сразу прям. Хуй-то там. Нет, ну тогда, как бы, по логике вещей... У нас же есть логика вещей. Я не вижу других путей, кроме как взять этот шприц и наполнить его содержимым красную трубу. Привет, красная труба. Хочешь, я тебя наполню? Ну вот, я же говорю. И что теперь? Ха-ха, и чё? А, ещё один предмет найден. Замечательно. Так, я чё-то набрал. А как мне эти предметы посмотреть-то? Чё я вообще там набираю-то? Может, я, блядь, какую-нибудь сибирскую язву набираю? Я не хочу носить с собой в кармане кусочек сибирской язвы. Это как бы немножко можно заболеть. Потом будет немножечко плохо. Ну ладно. Синяя и красная дверь. В принципе, ничем особо они не выделяются. Есть две двери, есть две двери. Зачем вот эта вот забагуленка здесь нужна? Возможно, здесь придётся от кого-то прятаться, потому что, как бы, я же могу приседать. Или здесь повнимать, не чуть-чуть на полках посмотреть. Вот тут ничего нет. Ну хорошо, ладно. То есть, я какой-то предмет нашёл, чё-то должно было случиться. Где-то должно меня чё-то было открыть. Нет, эти двери до сих пор закрыты. Ну тогда я только здесь, думаю. Так, эти до сих пор висят. Термостат до сих пор не работает. Ёбаная столовка. Ни повара, ни еды, никого. Даже протухшей мухи нету. А, во! Во, отлично! Ну, значит, всё-таки работает чутка. И к чему эта музыка сейчас? К чему? Чего мне ожидать? Чё мне бояться? Давайте! Пух! Пух! И чё, блядь? Музыкой меня решили напугать. Ну молодцы, чё? Красавцы просто! Я сейчас обосрусь прям. Чё-то поддыхать. Я пошутил! Чувак, я пошутил! Иди! Иди, живи спокойно там, где ты жил до этого, всё, в это время. Блядь! Нахуй быстрей. Это называется пока. Да выключись ты нахуй эту музыку, а! Зачем? Это что вот в фильмах? Что в играх? Вот бывает такое, реально играешь? Общий звук вообще всего происходящего, он вот такой. Там, о, привет, Джонни. О, привет, там, охуёнь. Как дела? Всё нормально. А ты представляешь, я тут видел недавно такую хуйню. Да ладно? Ай! Музыка вот настолько просто возрастает, блядь, на 200%. Зачем это делать? Собственно, и здесь случилось сейчас то же самое. Шёл, шёл спокойно. Шёл, если я никого не трогал. Бу! 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 Разорвалась, сука, на всю квартиру. Как так-то? Зачем? Ну-ка, пусти меня. Во. Так, это что ещё за предметик? Ещё один шприц. Нет, чё-то такое светится. А чё, взять нельзя? Ах! Ебать, у меня ноги есть. Вы видали, нет? Ноги есть. Как вам такое, а? Ребятки, как вам такой поворот событий, чтобы в инди-хорроре были ноги? Руки! Блядь, в этом хорроре есть всё. Это мой любимый хоррор теперь. В нём есть просто всё. Отлично. Я нашёл ключи. Здесь орёт какой-то монстр, но никаких попыток меня схватить или на меня налететь он не делает. Поэтому я считаю, что он здесь сделан просто тупо для того, чтобы меня попугать. Но у меня теперь есть ключи. Если у меня есть ключи, я могу открыть те две двери, которые у меня были закрыты. Как бы всё хорошо. Я, по идее, уже практически прошёл этот хоррор, наверное, да? Чувак, я тебя не выпущу, посиди там, хорошо? Всё замечательно. Главное, с чуваком вовремя договориться. Никто не появился? Всё замечательно. А эти обе двери открываются, да? Или мне надо сделать выбор, какую заходить? А, они одинаковые. Ну, отлично. Спокойненько. Чё это? А, КПКшечка! Да, я возьму её и буду считать у себя шаги. Всё же будет классно. Не хочешь мне дать такую возможность? Так, ну здесь ещё три двери. Так что-то у меня мышка как-то херово двигается, что-то скрипит. Песок какой-то попал, что ли? Чё, это открывается? Нет. Нет, ну и замечательно. В принципе, всё хорошо. А, вон термостат. Давайте сначала сходим в эту дверь, посмотрим, открывается ли она. Она, в принципе, красненькая. У нас красненькие двери открывались. Нет? Окей. Так, он бегать, кстати, может. Если вы не успели заметить, то да, я нажимаю на Shift, он пробегает. Я просто сам немножко удивляюсь, может он бегать или нет. Ну-ка. Хорошо. Так, открылись две двери. Это до сих пор закрыто. Ну да ладно. Нет, ну всё-таки надо сходить, возможно, всё-таки как бы она... Опа-па-па-па. И мы такие хуяка там. Нет, мы не там. Ладно. Хорошо. Опять, опять сейчас, ребятки, опять готовьте уши. Сейчас будет нагнетать этот сраный звук. До уровня овер просто тысяч девять нахуй. Я не знаю. Ну как вообще можно? Вот зачем? Ну сделайте вы всё на одном уровне. Ну чуть погромче, ну пусть гаркнет. Чё-то у вас с трубами, ребят, проблема. Вам бы вызвать какой-нибудь сантехник или чё-то типа того, потому что ваши трубы очень скрипят. И если вдруг где-то образуется какая-то пробоина, то я очень не уверен, что в этом здании найдётся какой-нибудь ремонтник. И это здание к хуям затопит. А я не хочу быть затопленным в каком-то затхлом помещении, которое нахуй никому... О, приватная комната, отлично, приватный танец, я вас жду. А, мадемуазель, я пришёл. Вы станцуете для меня? Нет? Ну окей. Я запомню эту сучку. Куполев запомнит это решение, как там писалось. И всё, потом будешь знать. Так, это чё? Какашки какие-то. Зачем в углу кинули вот эту хрень? Если там в углу вот этого ничего примечательного нет. Так, кислород. Шкафы. Лампочка только что погасла, кстати говоря. А, нет, она горит. Нормальная лампочка, да? Подходишь. Темно. Отходишь, она горит. Сенсорная какая-то, наверное. Кстати, игра не выдаёт больше 30... Выдаёт. То, что посмотрел, думаю, чё так мало фпс, смотрю 30. Только сказал, что игра не выдаёт больше 30 фпс, а нахуяка дала мне 60. Красавчик. Так, тут чё-то какое-то очень большое помещение. Где мой главный монстр, от которого мне бегать? Я же могу бегать, правильно? Так. А чё это? Здесь тоже ключ нужен? Окей, ушки, я понял. Так, туда я не полезу. Почему-то он хочет нажать на зелёненькие фонарики, но я не горю желанием. Чё, меня убьёт сейчас током, да? Нет, не убьёт. Приложить надо руку. Хорошо. Смотрите-ка, так как я понимаю, что я здесь парень чужой, меня здесь никто не знает, я сюда попал чисто случайно. Я вообще какой-то ублюдок с улицы зашёл чисто поссать, а оказался в каком-то запрошенном бункере. Скорее всего, мне надо... Там на этих зелёных лампочках нарисована рука. А, это я. На этих зелёных лампочках нарисована рука. Возможно, мне надо найти кусок чьей-то руки, чтобы... Во! 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 Вау! 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 Нихуя себе! И чё? Ну, привет. Чё ты от меня хочешь-то? Ладно. Надо было, наверное, сюда его сначала запустить и здесь его оставить, потому что я там не обследовал кусок коридора. Так, он пропал, всё, да? Он ушёл. Ты пропал, чувак? Признавайся. Я не слышу его. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, вот что значит реакция, ребятки. Вот она. Вот она во всей красе. Просто появился монстр не вовремя. Я взял и съебался от него. А потому что, а чё? Ну, делов-то. А чё-то как темно-то. Так, я нашёл границы этой комнаты. Ну, хорошо. И чё мне это даёт? Вроде тут ничего, рука не появляется, ничего нигде не происходит. Ну, да ладно. Хорошо, значит, монстр выбрался откуда-то с потолка, насколько мы успели заметить. Хотя в потолке никаких дырок я не вижу. Возможно, он умеет телепортироваться. Но вы слышали, да, когда мы проходили, упало какое-то говно. Что-то похожее на остатки человеческого тела. И, возможно, моя теория про то, что нам нужен кусок руки, который мы приложим потом к этим лампочкам, и они, в принципе, что-то заработают. Возможно, она сейчас имеет право на жизнь. Только где бы взять этот кусок руки? А вот в этом помещении, короче говоря, игра выдает 30 фпс. Не знаю почему. Сейчас мы из него выйдем, она даст 60. Смотрите-ка. Опа, уже 60. Красавчик. Я вроде как бы всё облазил, да, всё обсмотрел, всё обходил. Но почему-то ничего путного-то я больше не нашёл. Эти не ящики. Эти ящики не открываются. Какая-то поебота, если честно. Чё тебе надо? Ну, нажми её, на, нажми. Enter, что ли? Что мне дают эти лампочки? Где этот монстр, кстати говоря? Куда он, блядь, пропал? Возможно, он ушёл в какой-то баг. Или он умер, или так положено. Откуда так быстро появляется трука? Что мне надо здесь делать? Обожаю такие инди-хорроры, в которых просто ходишь и на уровне интуиции пытаешься его пройти. Почему нельзя было добавить там небольшое... В, блядь, я не знаю, в правый уголочек небольшую надпись Find the кусок руки, или find the там какой-нибудь ебалай, или чё-нибудь сделай там, чё-нибудь найди. Ну, ну, скажите мне, ребят, чё делать надо? Товарищи разработчики, ну, будьте как бы внимательнее к игрокам-то. Вы думаете, вот так вот интересно просто так бродить по пустым каким-то коридорам, в которых, блядь, даже монстра нормального нет? Это прям очень кому-то интересно. Кстати говоря, возможно, там что-то открылось, пойдёмте проверим. Там же была у нас одна закрытая красная дверь. Я, конечно, вряд ли думаю, что она там открылась, но... Ага! Но проверить стоит. Всё же где-то что-то упало, где-то что-то нам сейчас дастся. Почему вот эта дверь загорожена? Нахуй здесь наградились столько ящиков. Не знаю, куда монстр пропал. Надо было дверь всё-таки закрыть, наверное, для всякого. Или вот здесь вот надо было закрыть. Если бы мы очень быстро побежали, по идее, то мы бы могли успеть добежать до переключателя, до конденсатора, до этого ёбаного, и он бы тогда закрылся монстр в том помещении. Ну, допустим. Компьютер, КПКшечка. Стул мне не даёт туда подойти, не даёт мне там ничего нажать. А больше-то я, наверное, никуда попасть не смогу. Правильно я понял? Так, ну это самое начало. Это самое начало. В самом начале мне делать нехера. В самом начале мы нашли ключи, которые открывают две этих двери. И, по идее, как бы в хорошем-то варианте, надо было эти двери закрывать. То есть для дальнейшего использования нам просто туда попасть нельзя было. Это было бы гораздо лучше, правильно? А хотя, кстати, вы помните, я вам говорил про эту еботу. Возможно, там как раз от монстра-то и прятаться надо было. Но мы сделали гораздо веселее. Мы просто, походу, сломали игру. Она не хочет дальше работать. А я что-то взял ещё раз. Ну, я не знаю. Что-то я беру. Сейчас если мне напишут, что Item I Edited, что означает предмет добавлен в инвентарь, то я буду счастлив. Но мне ничего не написало. Поэтому какая-то хаита здесь происходит. Давайте ещё раз туда сходим. Повнимательнее. Там всё облазим. А больше я серьёзно. Я даже не знаю, что здесь делать. Когда мы проходили, там что-то упало. Там был звук, как будто какой-то мешок с дерьмом где-то с потолка навернулся. Но, судя по всему, этим мешком с дерьмом был как раз-таки тот монстр, который очень похож на монстра из The Curse, или как там в Black WoW, вот этой блевоты, который на самом деле был спизжен из Dead Space, который на самом деле был спизжен ещё откуда-нибудь. Хотя, вряд ли Dead Space и Electronic Arts будут пиздить каких-то монстров непонятно откуда. Скорее всего, они его сами просто нарисовали. Молодцы. Красавцы. Уважаю прям. Всё, здесь, короче, тупик. Здесь всё. Здесь вот чёрная комната, в которой ничего нету. Вот ничего. Вот я хожу по кругу у неё, потому что здесь есть как бы граница у этой комнаты, вы все прекрасно можете их видеть. Здесь ничего нет. Ещё раз сходим туда, но это бестол, какое-то бесполезное, это какое-то дурное занятие бродить, блядь, туда-сюда непонятно каким бункером, в которых, и ещё, я ещё раз повторюсь, не происходит. Странно. 30-ти фпсная комната, давайте зайдём в неё, насладимся этой гладкостью, блядь, кадра. Тоже здесь ничего не происходит. Я не знаю, ну, а почему именно в ней выдаётся так мало фпс? В чем она так примечательна, и что в ней так может грузить для сети карты с компьютером, что фпс проседает? Причём он не проседает, он ровно падает до 30. Не знаю, почему. Вот ещё один большой отсек, в котором, собственно, надо найти три руки, или их нажать на эти ёбные три лампочки. Но они не нажимаются. Возможно... Нет? Нет, говорит, нет! Не буду, нахуй. Я пойду сейчас током убьюсь просто, и всё. А чё мне остаётся-то? Током убиться до кучи. И нахуй... А! Ёпты. А, ебать. Смотри-ка. Ну, окей, чё это мне даёт? Подожди, а чё ты выключаешься-то? И чё? Ааа, это, может, шарада такая? Нихуя ж себе. Ааа! Ааа! Ха-ха-ха-ха! Разгадали! Отлично, чё ты где-то открылась? Сейчас опять появится этот пидор, да, многорукий? Ну да ладно. Так, мы чё-то где-то открыли. Мы молодцы. А чё мы где-то открыли? Здесь чё-нибудь открыли? Ничего не открыли? Здесь было открыто. Воу! Воу! Отлично! Хорош! Ха-ха! Молодец я! Красавчик! Это конец игры. Я вижу здесь тупик. Да. Вот, оказывается, как надо было сделать, если бы я сразу всё обо всём догадался. Ну, я подходил, увидели, нажимал на все три лампы, ничего не происходило. Возможно, я не нашёл тот отрезок, короче, пространства, в которое надо было попасть. То есть, нам надо было, короче говоря, сначала включить три лампочки, у нас открывается дверь, мы пошли проверять, что у нас здесь открылось, на нас, в принципе, по идее, по задумке разработчика падает монстр, мы в панике от него бегаем, пытаемся от него избавиться, и в итоге выходим, проходим игру. Но, мы не ищем лёгких путей, мы сначала нихуя не сделали, потом куда-то испарили монстр, а потом всё-таки вышли и прошли. Вот такой вот странный инди-хоррор, его бы доработать там не до Альфы, а до Беты, или до Гаммы, или до Почи, полной версии, добавить чё-нибудь интересного было бы, в принципе, наверное, нормально. Ссылка на плейдж с остальными инди-хоррорами в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки, на моей странице ВКонтакте тоже подписывайтесь, и всем до встречи в следующих инди-хоррорах, ребятушки, всем пока! А-а-а-а-а-а! Ихуя тебе